Почему многие люди любят фильмы про зомби? Здесь есть несколько таких факторов, которые определяют такую любовь. Во-первых, зомби это такой безусловный враг. Это существа, которых безусловно можно и даже нужно убивать, кромсать, резать, быть предельно жестоким с ними, пытаться уничтожить их всех. Поскольку помимо зомби таких персонажей больше нет, только есть какие-то демоны и прочие, то это достаточно хороший вариант. С другой стороны, ведьмами, демонами, упырями многие сами хотят стать. Поэтому в отношении таких существ вроде как их и жалко убивать. Может разумнее дать им себя укусить и прочее. А зомби это то, кем никто не хочет стать и кого все хотят убить. Есть и более сложный мотив, с моей точки зрения. Он заключается в том, что эти фильмы отображают реальность наших с вами дней, потому что очень многие люди сегодня, именно сегодня, ощущают себя в окружении, по сути, мертвецов. Объективация женщин, например, их сведения до объектов сексуальных утех. Объективация мужчин до каких-то кошельков с ногами. И вот в этих условиях действительно очень многие сегодня чувствуют отчуждение, одиночество. Они чувствуют, что они окружены вроде как человеческими существами, но которые их не понимают, не пытаются их услышать, не могут их разглядеть даже в толпе. То есть и вот люди смотрят это, пытаясь понять, что же с ними происходит и пытаясь как-то отыграть вот эти вот свои вот эти травматические достаточно внутренние конфликты и переживания. Очень интересные сегодня вариации фильмов о зомби, которые как раз эксплуатируют вот эту тематику «А что будет, если вы сами зомби?». Вот достаточно интересный фильм, я не так давно смотрел. Там как раз показывается семья людей. И изначально, когда мы смотрим этот фильм, мы думаем, что они спасаются от заражения где-то в подвале. А и только к концу фильма мы понимаем, что они как раз и есть те самые зомби, что у них там целое сообщество, что они даже общаться могут друг с другом. И вот такой поворот, ну это такое сравнительно новое слово, конечно, в фильмах о зомби. Ну кроме того, вот этот элемент супергероизма, да, каких-то сверхспособностей, это тоже достаточно привлекательная часть фильмов о зомби. Если мы говорим о серии фильмов Resident Evil, то там главная героиня, она как бы вот зомби, но с другой стороны не зомби. То есть какие-то генетические аномалии у нее есть, созданные Umbrella Corporation, но в то же время она человек. И вот, конечно, вот эта потребность почувствовать себя человеком, обладающим какими-то невероятными способностями, она вот именно к этим фильмам как раз влечет. Я думаю, что многие бы хотели и даже смирились бы с каким-то собственным уродством, с тем, что у них изо рта вылезал бы еще какой-то новый род во имя того, чтобы почувствовать вот эту силу, власть над людьми, возможность их убивать. То есть вот такого рода... Вообще, такие вот садистические тенденции, они, наверное, я так предполагаю, достаточно характерны для людей, которые фанатеют по поводу таких фильмов. Вот эта вся кровища, элемент укуса. То есть за этим, на самом деле, может стоять и такая символика вербальной агрессии, если хотите. Потому что вот когда мы ртом кому-то причиняем боль, по сути, это такая метафора того, что мы делаем, когда кого-то ругаем в транспорте или где-то еще.